День добрый и добро пожаловать! С вами я, Хаг, и вы смотрите YouTube-канал Let's Play по-русски. И в этом видео мы посмотрим на игрушку под названием Tokidori 2. Плюс длинное название. Итак, давайте посмотрим, что мы здесь делаем. Потому что, как видите, я сейчас начинаю с самого начала, просто я не хочу вам много вещей спойлерить. Но что мы здесь видим? Мы вот именно так начинаем игру, и мы ничего не получаем. Вот привет, привет, товарищ. Мы ничего не получаем. Что мы можем делать? Мы можем нажимать на кнопки. Я могу сделать вот так. Видите, я пою. Пою ля, 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 ля. И я также могу делать вот такие короткие ноты. А то есть я могу петь. Хорошо, хорошо. И вот эта песня, она пока что... А нет, нет, видите, птичка за мной летает. Хорошо, значит, птички летают за мной, когда я пою. Приятно. Следующая кнопка. Этим я могу как минимум испугать вот эту бедную лягушку. Давайте посмотрим на ее глаза. Но она от этого быстро оправляется. А также я отпугнул от себя птицу. Все понятно. Все остальные кнопки делают все то же самое. Больше кнопок у нас нет. Ну, у нас, конечно же, есть кнопки вправо-влево, вверх и вниз. Но... Да. У нас всего лишь две кнопки. Но игра, поверьте мне, огромная. Давайте я сейчас спою мелодию, которую я научился попозже чуть-чуть. Итак, раз... Нет, это большая-большая, короткая-короткая, большая-большая. Есть. Отлично. Эта песня нам позволяет посмотреть на всю карту миров. И как видите, мы сейчас находимся на первом уровне огромного-огромного мира, по которому придется пройти, который придется пройти, в котором придется разобраться и узнать, как на нас реагирует разное животное, что нам делать, как пройти, что... Это все нужно будет придумать. Но, как видите, у нас игра над нами не издевается. У нас все-таки есть подсказки. И как видите, вот эта птица говорит... На, прыгай, 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 прыгай! Слушайте меня, все хорошо. Все, отлично. Так. Эта птица нам ничего не говорит, она просто стоит. Хорошо. Давайте я сейчас вспомню, что здесь нужно сделать. По-моему, здесь нужно спеть. Да, видите, я спел. Краб ко мне подошел, и я могу идти дальше. Все остальные птицы, они здесь... Да, они просто здесь на концерт пришли посмотреть на название этой... Я уже знаю, я первый раз, когда увидел это, и решил просто побежать на это. Это была плохая идея. Лучше всего позвать к себе краба. Закрыть это все и продолжить, продолжить нашу дорогу. Так что же такое Toki Tori? Toki Tori, она сама себя, как бы, назвала Metroidvania. То есть, игрой с открытым миром, в котором мы можем передвигаться, находя разные интересные вещи. То есть, у меня, например, на уровне две двери, одну я не могу открыть абсолютно, но я на каком-то другом уровне нахожу молоток, и этим молотком я могу сломать себе эту дверь и пройти дальше. И мы двигаемся свободно по уровню. Этого я, честно говоря, в Toki Tori не нашел. Да, здесь большой мир, здесь красивый мир, в этом интересно участвовать. Но я пока что не нашел способа двигаться свободно. Может быть, я поиграл недостаточно, это всегда может быть. Но, что я вам скажу честно, это очень интересный мир. А то есть, даже если он линейный, то разобраться в нем очень-очень интересно. И вот, например, у нас сейчас лягушка, с которой что-то, что-то, кто-то ее надул. Кто-то ее надул. Если мы споем, ничего не будет. А если мы вот так... Она у нас плюнула шариком. И шарик нам помог пролететь. Так, хорошо. Давайте посмотрим, давайте возьмем с собой лягушку. И да, игра, ну, просто очень-очень-очень-очень милая. И тем самым, как бы, она меня все-таки подкупила. То есть, тут можно сказать, что в игре ничего такого особенного нету. Да, мы бегаем по миру, но это во всех других играх есть. Да, мы решаем легкие пазлы, и это тоже в других играх есть. Но, 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 вот именно то, как эта игра сделана. То, как она играется, как она выглядит. Вот это, это очень-очень-очень классно. Вот так вот хочется с игрой постоянно разговаривать. Но, 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 так как это игра, которая стоит денег. Может быть, стоит задуматься о том, хочется ли вам в это играть. Потому что, да, конечно же, мило. И я могу сейчас утю-тюкать и улюлюкать сколько мне угодно. Но, в конце концов, сколько здесь геймплея? Сколько здесь интереса? Задержит ли она вас? Захватит ли? Заставит ли думать? И скажу вам честно, что и да, и нет. А то есть, если вы новичок в пазлах, то это очень милая игра, в которой можно поучиться. Старичкам в пазлах я этого не советую. Потому что здесь ничего сложного нет. Так как у нас очень-очень ограниченная возможность управления. Мы просто не можем многого испытать. Мы не можем многого попробовать. Вот видите, там есть кусочек, но я так или иначе беру шариком, ломаю. Так, теперь лягушка. Так, опять надулась. Теперь я ее разворачиваю. Теперь я иду в другую сторону. Ну, конечно же, вот видите, вот этот дополнительный кусочек чего-то. Как раз я так и не разобрался, что это такое и что они делают. Но дополнительный кусочек чего-то, но он нам достался относительно легко. Так, как видите, тут птица. Она относит нас наверх постоянно. Хорошо, давайте, у нас здесь есть ягодка. Давайте мы можем ее столкнуть вниз. Э, птица! Птица, брысь. Брысь. А, нет, 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 по-моему, это наоборот хорошо. Так, птица, принеси тогда лягушку наверх. Отлично, лягушка. Так, все, все вот так вот. Я думал, там внизу что-то нужно будет делать. Но нет, нет, мы можем так пройти дальше. И давайте пойдем. И обычно вот эти маленькие птички, они нам подсказывают что-то. Нет, они просто стоят и поют. Но иногда эти птицы прилетают и дают нам специальные... Извините. Чаек. Угу. И дают нам специальные мелодии. Вот как мелодия для карты. Или я сейчас выучил мелодию для возврата. То есть, если я вдруг в какое-то место пришел, из которого невозможно вернуться, то я могу, успев, по-моему... А, нет. Что-то такое? Нет? Я уже не помню. Но давайте пойдем. И, по-моему, эти камни нам обычно показывают, где мы в общем находимся. Это еще до того, как мне дали специальную песню с картой. Я ее запомнил. Да, я такой. Я ее запомнил. И мы пойдем-пойдем дальше и посмотрим, что же здесь еще такое будет. И, как видите, нам туда хочется добраться. Наш собрат нам лапой своей туда-сюда машет. Так, давайте ягодку сбросим вниз. И ягодка, иди. Иди, иди. По краю иди. Эт, эт. Есть, хорошо. Так, теперь лягушка кушает ягодку. Становится еще милее, чем была до этого. Теперь мы лопаем лягушку, взлетаем и падаем. И так далее и тому подобное. То есть, так как у нас всего лишь две кнопки. То есть, петь и убивать. Ну, не убивать, а просто топать. То все-все-все вещи, которые происходят с нами в мире, они связаны с теми животными, с которыми мы встретимся. А то есть, если мы... Так, давайте как раз. Так, тихо. Сейчас, подождите. Сейчас вспомню, 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 вспомню. Что здесь такое было. Так. Так. Да, хорошо. Вот, вот, вот. Так, все отлично. Чуть-чуть не забыл. Чуть не забыл. Еще раз поднимаемся. Опять же, там у нас обрыв. Там мы упадем. Зовем наших крабов. Краб, пейте сюда. Все хорошо. А ты? Средний краб. Почему? Почему не пошел? Скорее всего, потому что я тому другому крабу начал песенку петь. Так. Так. И у нас еще одно направление. Да. Дальняя, дальняя. Гора. Да. Вот как раз я сейчас дошел до горы. Но тут проблема в том, что тут всего лишь один сейв. Так что это, я вам не смогу показать. А, а это вы, а вы, это так выглядит, если вы дойдете чуть-чуть дальше. Так, как раз. Так. Нет. По-моему, здесь нужно бедную ягодку раздавить. У нас вырастает новая ягодка. Иди, ягодка. По краю иди, по краю. Так, и теперь лопаем лягушку. И чек-пай. Вот, вот так. И, знаете, тут больше о игре, по идее, говорить нечего. Здесь нужно играть. И если вам не понравилось или вас не заинтересовало вот то, что вы именно увидели, а то есть если вам недостаточно того, что просто сидеть и смотреть на вот этот интересный, красивый мир, который вот так вот выглядит очень-очень мило, который реагирует на меня, с которым можно экспериментировать. Если вам этого недостаточно, то, скорее всего, игра не для вас, потому что тут больше ничего и нету, особенно. Тут нужно играть и просто получать удовольствие от того, что увидел, от того, что смог сделать с миром. Без этого будет очень-очень тяжело. Так, давайте сейчас я вспомню. А, всё-всё-всё-всё, я помню. Мне нужно отнести ягодку. Так, давайте тогда краба сюда к себе. Так, давайте немножко его отодвинем. Угу. И к себе. Так, хорошо, залезаем на краба и говорим ему. Двигай себя! А, нет, нет, ну вот это хорошо, давайте ему скажем туда двигаться. Так, хорошо. Теперь ягодку нужно столкнуть на краба. Нет, ну хорошо, давайте с этой стороны так-то это сделаем. Оп, всё, ягодка на крабе. Ага, хорошо. И теперь краб, иди сюда. Оп, отлично. Давайте. Ага. Пока ягодка туда-сюда бегает, самое главное её не столкнуть. Скраба. Так, хорошо. И, оп, есть, отлично. Всё, идём, 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 идём. Не бойся, ягодка, ты будешь съедена жестоко. Съедена лягушкой. И, оп, шарик, шарик. Всё, шарик меня забрал. И я отправляюсь дальше. Итак, игрушка очень-очень милая, очень красивая. Но не слишком сложная, не слишком такая... Глубокая, интересная, чтобы в неё и вправду сесть, и играться, и чесать голову. Это больше, чтобы расслабиться. Больше, чтобы посмотреть на игру, посмотреть на то, что здесь в мире происходит, что здесь можно поделать. И, знаете, ценник сейчас, по-моему, игра на скидке, так как и все игры на стиме, но игра более-менее на скидке, так что можно, можно взять. Но всегда помните о том, что если вам не хватит вот просто того, чтобы сесть и получить удовольствие от самого по себе мира, то, скорее всего, эта игра не для вас. Я тогда говорю вам большое-большое спасибо за внимание, и мы увидимся в следующем видео.